Здравствуйте! Сегодня православная энциклопедия посвящена особому юбилею. Пять веков назад католический священник, богослов, переводчик Библии, композитор Мартин Лютер впервые выступил с критикой действий Римского престола. Так началась реформация. О причинах и следствиях протестантизма, его влиянии на историю Европы и России, о протестантской культуре и богословии мы будем говорить с нашим гостем, переводчиком раннепротестантских авторов, игуменом Петром Мещериновым. А сначала сюжет. Германия. Город Виттенберг. Именно тут, пять столетий назад, монах августинец Мартин Лютер написал и прибил к воротам замковой церкви знаменитые 95 тезисов. Их и сегодня можно прочитать на мемориальных воротах. В своих тезисах Лютер осуждал продажу индульгенций, обещающих отпущение грехов как живым, так и мертвым. И ставил под сомнение авторитет папы и церковного предания. У его идей появилось множество сторонников не только в Германии, но и в других европейских странах. И хотя в 1521 году на Сейме в Вормсе он был объявлен геретиком, остановить реформационное движение было уже невозможно. За первые сто лет с начала реформации протестантами стали более 90 миллионов человек. А сегодня каждый пятнадцатый в мире протестант. Здравствуйте, отец Петр. Доброе утро. Христос призвал церковь к единству. Всех христиан призвал быть едиными. Но вот церковь это единство не сохранило. Сначала это великая схизма между Востоком и Западом, падение Константинополя. Потом Лютер дает начало реформации. Религиозные войны уничтожают тысячи, тысячи, тысячи христиан. Вот почему церковь оказалась не в состоянии хранить эту заповедь? Я думаю, что церковь, в общем-то, на протяжении первого тысячелетия не осмыслена саму себя. Ведь у нас нет экклезиологического догмата. И даже вот когда мы говорим о единстве церкви, мы с вами можем понимать под этим одно, а какие-то более консервативно настроенные христиане понимают под этим совсем другое. Я думаю, здесь как раз один из основных вызовов, может быть, стоящих перед церковью. А любой вызов крестьяне должны рассматривать как задание Божие. И ход истории тоже, если рассматривать его с библейской точки зрения, является сотворчеством человека и Бога, в котором, конечно, главный Бог. И, скажем, появление реформации – это тоже такое задание и человечеству, и Христовой церкви, чтобы это было осмыслено, и чтобы действительно люди пришли к единству. И надо сказать, что в протестантизме, в раннем, особенно в таком мистическом протестантизме, в пиетизме, которым, собственно, я занимаюсь, этот вопрос осмыслялся. И многие мыслители христианские, протестантизмы пришли к мнению о невидимой церкви. Церковь едина. В нее входят все, кто любит Христа и ближнего, исполняют в Западе, те, кто исполнен Духом Святым, и те, кто выражают его своей жизнью. В какой бы динаминации они ни находились. – Ну, понятно, что такое учение о единственной церкви не приемлемо, скажем, для строгого православия. – И для православия, и для католицизма, конечно. – Конечно, да. И тем не менее, все-таки реформация – это естественная реакция на земную церковь, на церковь, которая в глазах Лютера, человека очень честного, человека очень взыскательного, человека очень ревностного, не хранит главных заповедей Христа. Церковь, которая не ведет с земли на небо, а остается земной, понятной, только плотской и только человеческой организации. – Сначала Лютер вообще не собирался ничего реформировать. То, с чего началась реформация, с диспута об индульгенциях, вообще Лютер рассматривал просто как вполне распространенный в то время именно научный, университетский спорт. Но ход истории, вот тот божий промысл сработал так, что это повлекло на собой просто глобальные последствия. Само понятие протестанты появилось так. В 1526 году Шпейерский рейхстаг по требованию немецких князей сторонников Лютера постановил. Каждый правитель может выбирать религию для себя и своих подданных по принципу «чья земля, того и вера». Прошло всего 4 года, и второй Шпейерский рейхстаг отменил это решение. А в ответ группа князей и представителей имперских городов Германии выступила с протестом, отчего и произошел термин «протестантизм». Постепенно протестантами стали называть всех сторонников реформации – лютеран, кальвинистов, англикан и членов всех более поздних протестантских конфессий и динаминаций – пресвятериан, методистов, баптистов, пятидесятников и так далее. Сегодня в мире существует более 33 тысяч протестантских динаминаций в 238 странах мира. И их число продолжает расти. Как вы думаете, это проблема самой церкви была? Или это проблема каких-то людей, которых католики не признают Лютера за христианина? То есть для них это очевидный яркий еретик, разрушивший церковь. А есть ли вот эти поводы, которые подает сама церковь, земная церковь? – Несомненно, конечно. Но это же очевидно. Ведь в то время, в начале 16 века, вообще церковную жизнь от общественной было очень трудно отделить. И, собственно говоря, реформация возникла именно потому, что существовала тотальная такая церковная религиозность. То есть люди не мысли себя вне церкви. Для них церковь была главным и основным содержанием их жизни. И понятно, раз в церкви начались какие-то пертурбации, то много людей вовлеклось в них. Сейчас, конечно, это невозможно, потому что общество секуляризированное. Сейчас никаких реформаций уже не будет. Прежде всего по этой причине. Неподалеку от подмосковного Домодедова, в небольшом поселке Далматове расположено подворье столичного Данилова монастыря. Именно здесь игумен Петр многие годы изучает труды раннепротестантских богословов. Делает русские переводы самых значимых текстов этих авторов. Иоганна Арнта, Валентина Вайгеля, Герхерда Терстегина. В истории русской церкви это не первый случай, когда лютеранские богословы привлекают к себе внимание. Знаменитый труд святителя Тихона Задонского об истинном христианстве был создан как подражание одноименному творению Арнта. В одном из своих писем святитель Тихон советует своему адресату после Библии прочитывать Арнта, а в прочие книги, как в гости, прогуливаться. Отец Петр, а чем, собственно говоря, обусловлен ваш интерес к ранним протестантам? Вы уже написали несколько книг, переводите этих богословов, тех, которых принято считать, в общем, еретиками. Я-то отталкивался от педагогических проблем, с которыми сталкиваются очень многие. И как раз очень интересно, что свободное существование церкви поставило перед людьми такие вопросы, которые раньше никогда перед ними не стояли. Если мы возьмем церковь, скажем, имперского, синодального периода, когда и общество было более религиозным, и церковь была просто традицией жизни людей, а затем советский период, когда церковь все свои силы направляла на выживание в безбожном обществе, то вот уже в наше время мы видим, что церковь в условиях свободы стала предоставленной самой себе. И в ней уже стали выявляться те проблемы, которые свойственны именно ей. То есть свободным, никто не мешает снаружи быть, и выявилась проблема расцерковления. Человек, входя в церковь, получая какую-то норму начального церковления, не знает, как двигаться дальше. Нет соответствующей церковной педагогики. То есть вся наша церковная педагогика, приходская, я имею в виду приходская, и монастырская тоже, направлена на то, чтобы человека воцерковить. А дальше он должен ходить по этому кругу. Из Евангелия мы знаем, что человек не ходит по кругу, а возрастает, он должен возрастать. Вдруг я увидел в пиетистской литературе, в мистиках раннего протестантизма, вот эту самую дальнейшую педагогику. Очень ясно, по-немецки, так сказать, систематически изложены, очерчены. Это меня заинтересовало, я стал переводить, издавать эти книги. И как раз и убедился в том, что да, Господь ведет свою церковь, именно чтобы она развивалась. И реформация в некотором смысле явилась также ответом на вот эту проблему расцерковления, которую Лютер-то почувствовал 500 лет назад. Ведь, собственно, проблема расцерковления сводится к тому, что человек не получает от церкви того, что он от нее ожидает. Или получает от церкви формальные ответы на очень живые вопросы. Да, да, нам через 500 лет, столкнувшимся с теми же проблемами, не безинтересно и не бесполезно ознакомиться с тем, какие ответы давали раннепротестантские мысли. В своем слове «Сила любви Христовой» Герхард Терстеген пишет так. «Мы часто жалуемся, что не умеем молиться, что у нас нет достаточного желания молиться, что наша молитва утомляет нас, представляясь нам слишком долгой» и так далее. Все это происходит от недостатка любви Христовой. Только дайте ей место, и она сама понудит вас к молитве. С любимым другом мы охотно проводим время и с удовольствием беседуем с Ним глазу на глаз. Если мы сердечно любим Христа, то мы с радостью будем проводить время с Ним одним. И оно не покажется нам долгим. Если мы любим Христа, нам всегда найдется, что сказать Ему. А если все сказано, то можно просто пребывать с Ним в любви без слов. И это и значит молиться. Любить и безмолвствовать в соприсутствии Божьем О, это великая молитва. Вот для вас самого что-то новое и богословски существенное открылось вот в этих ранних протестантских произведениях? Да, потому что, прежде всего, само положение вещей. Потому что у нас, когда человек сталкивается с расцерковлением, для него это ужасная трагедия и конец церковной жизни. Он не знает, что делать. Человек перестает задать вопросы, потому что ему кажется, что ответов уже нет. А те ответы, которые он когда-то получал, они никуда не ведут, и он боится дальше идти. Вот в том-то все дело. Он задает вопросы, а ему говорят, что он виноват сам, что это гордость, что это искушение, и что такое положение не должное. Вот новое, что я узнал в этой пиетистской и раннепротестантской мистической литературе, что это как раз должное. Это непременный этап возрастания человека во Христе. То есть сначала он проходит какое-то внешнее воспитание, и в некотором роде исчерпывает его. И затем уже на этой основе он должен идти или идти вверх, или углубляться вглубь, как можно по-разному сказать. Когда уже вопросы внутренней христианской жизни выходят на первый план. А вопросы обрядовые и прочие просто теряют свою актуальность. Новизна в том, что это нормальный этап, и что не надо его бояться, и что нужно идти дальше, и что как раз именно это и должно быть в церковной педагогике. Почему я, в общем-то, с некоторым даже упорством, в котором меня обвиняют, перевожу все эти тексты, чтобы люди просто знали, что расцерковление с ними приключающе, это не слом церковной жизни. А просто естественный период. Появление протестантов в России многие связывают с именем Петра Великого. Однако это произошло гораздо раньше, еще при жизни Мартина Лютера. И во второй половине 16 века в Москве уже существовала значительная лютеранская община. Люти ранее в России обосновались уже во времена Ивана Грозного. То есть буквально 50 лет после того, как реформация в Европе, в особенности в Германии, утвердилась, пустила корни, то лютеранство начало свое распространение в России. Для большинства православных верующих одним из самых существенных особенностей протестантизма является непочитание святых и святынь. А причиной такого отношения стала радикализация главного постулата протестантской веры. Краеугольный камень всей реформации – это концепция «Солус Христос», только Христос. Только один есть посредник между тобой и Богом. Это Бог и человек Христос. Только он приносит спасение и милость Божию для нас. Только в него и в его искупительную жертву мы можем поверить. Это реальный практический опыт. При этом важно понимать, что отрицание почитания святых не столь однозначно в классическом протестантизме. Но представление о том, что есть святые и праведные люди, смотря на которых мы можем чему-то научиться, есть и у англикан, и у лютеран. В ряде лютеранских церквей существуют свои, условно говоря, святцы, дни особого воспоминания о тех или иных праведных мужах. У англикан людей могут канонизировать. Скажем, Гарриет Бичерстоу и Гендель – это англиканские святые. В моей юности, когда я, с одной стороны, стал читать произведение Честертона, католика, писателя, который был по-настоящему глубоко вовлечен в духовную проблематику, по-настоящему по-христиански мыслил. И вот этот новый язык и новое слово Честертона меня в свое время очень сильно именно оживило. А потом я стал читать Льюиса, тоже, когда был еще молодым человеком. И для меня это было совершенно удивительно, когда я вдруг увидел в его книжке просто христианство сначала, потом в его книге «Расторжение брака» совершенно глубокое, глубинное православное мышление, настоящее, чистое христианское мышление, совершенно не стремящееся меня не обратить ни в англиканство, ни в католицизм, ни перейти какие-то грани допустимого в исповедовании своей собственной веры. Совершенно верно. Этим отличается и вот эта литература. Да, у нас, если читать «Святых отцов» под определенным углом, то, конечно, все это тоже найдется. Но это надо по крохам каким-то вытаскивать из преподобного Макария Великого, из преподобного Симеонова, богослова Силуана Афонского. В общем, это не так много. А немцы хороши тем, что они систематически все это излагают и действительно дают ответы на многие вопросы. Во всяком случае, я не предлагаю православным, так сказать, менять свой образ мысли и жизни, но, во всяком случае, выходить из вот этого узкого невежества обязательно и необходимо. Очень важно для меня, что христианское свидетельство лютеранской церкви, например, в период нацизма в Германии было очевидным совершенно. И вот Дитрик Банхёфер, прекрасный богослов и исповедник христианский по-настоящему, вот такой для меня, вот такая фигура ключевая. Я вот недавно читал его «Толкование псалмов» и книжка, которая недавно была изна. Там такие живые, прекрасные вещи, вот о нас, христианах, написаны, которые полностью я могу на себя приложить. Я вот все время вспоминаю его слова, такие горькие слова о молитве отчина, что у него есть «Толкование молитвы отчина». Он говорит, дай нам волю, мы бы от этой молитвы оставили только одно поражение, понятно какое, про хлеб насущный. Да, вот Дитрик Банхёфер наследник как раз всей этой богатой, глубокой традиции. Но хуже всего это, конечно, такое злобное невежество, когда человек просто, на мой взгляд, совершает хулу на Духа Святого, когда он отказывает другим христианам в том, что Господь их любит и вразумевает. Интересные слова в данном случае святителя Филарета, метаполита Московского, который говорил еще в XIX веке, ни одну церковь, исповедующую Христа Сыном Божиим, я не назову еретической. Но, тем не менее, мы видим, как современный протестантизм, который, в общем, плоть от плоти реформации, это американский протестантизм или северно-европейский протестантизм, очень далеко сегодня уходит в своих исканиях, в своих путях той традиционной христианской церковности, которую мы понимаем. Я уже не говорю о женском священстве, которое уже давным-давно допустимо в этих конфессиях и динаминациях, но признание гомосексуальных браков браками, венчание и церковные союзы подобных вещей, которые для христианской церкви не могут быть... – Представляешь, что бы сказал Лютер. – Мы тоже думаем, что Лютер вообще, конечно, броклил бы их всех. – Любил ругаться. – Да, любил, он был человек такой. Но, тем не менее, это же следствие вот этих реформ, это следствие отпадения от церкви. Это естественный путь ухода от центра, от Христа? – Я думаю, что нет. Потому что, допустим, ранний протестантизм весь аскетичен, скажем так. Аскетика там еще посуровее, чем у отцов православия. – Но, с другой стороны, он отмел монашество. – Я бы не сказал, нет. – Лютер первый снял с себя монашеские одежды и женился на монахине. – Это Лютер, да. Но в дальнейшем были, особенно в пиетистской среде, и даже общины по типу монастырских. И сейчас есть монастыри. Их очень мало, но они есть в недрах протестантских церквей. Но, тем не менее, мы видим и обратный пример, когда отказываются от хранения традиции. – На сегодняшний день существует огромное количество либеральных течений, так сказать. И вот в этих либеральных церквях происходят, конечно, совершенно неприемлемые, скажем, для нашей церкви процессы, такие как гомосексуальные браки или женское священство и прочие вот такие вещи. К этому мы относимся крайне негативно, и церковь стоит на таких позициях, что мы этого не приемлем. – А вот интересно, что когда в России появились протестантские общины, баптистские общины, штундисты, потом позже появились и адвентисты седьмого дня, и другие сейчас, в основном это общины пятидесятников, которых в России все больше и больше, то есть они довольно быстро и очень активно стали развиваться в современной России. И понятно, что привлекало людей в эти общины. Сама община, дух общины, дух общности, дух братства, слово Божие на понятном языке. И очень много того, что, собственно говоря, людей сразу ставило в такую общность, когда ты брат, ты приходишь, и ты сразу брат, и ты сразу сестра, и ты сразу свой, и твоей жизнью интересуются, и ты сразу чувствуешь, что ты кому-то нужен, и что ты сразу увлечен очень активно в жизнь самой вот этой общины. То, что дает возможность протестантизму быстро и легко распространяться на территории огромной и традиционной православной страны. – Да. – Вот, отец Петр, а вот сегодняшняя жизнь церковная, вот сегодняшние обращения стейшего патриарха к каждому настоятелю, что и мы должны создавать общины. Мы должны как-то учиться у них этому, должны как-то подражать этой общинности. С чего нам начать? Где? – Ну, в любом случае, учиться, конечно, надо. Учиться надо. Несомненно. Потому что, действительно, в православной церкви человек часто чувствует себя одиноким. И мало того, в условиях отсутствия вот этой педагогики возрастания, он какой-то период на начале проходит, он вынужден из церкви уходить, просто потому что ему никто не говорит, а как ему жить дальше с его внутренними смятениями, вопрошаниями, сомнениями, искушениями. И нам, как мне представляется, поможет именно литература и опыт, может быть, того периода. Возникновение этих общин. Ведь они же возникли в 17 веке, во втором половине 17 века, пиетистские общины, и связаны их возникновения с именем Шпеннера, отца пиетизма, который просто ввел в небогослужебные собрания, когда люди после богослужения читали священные писания, размышляли над ним, обменивались своим духовным опытом, и из этого вырос целый, можно сказать, цветник, что ли, и духовных деятелей, и культуры. Вот одно имя Баха, который, хотя он формально не был пиетистом, но, конечно, он и писал контатистские тексты, и, несомненно, это его не обошло стороной. А одно имя Баха показывает, что и в культурном плане это дало очень большие и хорошие плоды. Вот на это бы нам обратить внимание. Может быть, не на современном, потому что современный неопротестатизм, конечно, он очень, на мой взгляд, примитивен. Понимаете, петь под гитару песни, ну, все-таки, мне кажется, это... Ну, для меня это... как снижение уровня. Несколько лет назад событием в мире культуры стала публикация русских переводов знаменитых кантат Иоганна Себастьяна Баха. Впервые эти духовные песнопения были переведены во всей полноте и содержание, и смысла. Прежде существовали разрозненные фрагменты переводов, но там не учитывался смыслопределяющий христианский контекст кантат. И этот новый, полный перевод тоже сделал отец Петр. Мы начали наш разговор о христианском единстве. В середине XX века стало существовать такое понятие, как экуменизм. И именно протестантские церкви явились такими вот главными инициаторами вот этого движения, которое должно было как бы соединить всех христиан, которые потеряли это единство исторически. Но главная идея этого экуменизма, как понималось, это такая некая общая всеязность, это нахождение некого такого общего компромисса между всеми христианами. Давайте сделаем вид, что вот у нас нет вот этих различий. Давайте мы на это сейчас смотреть не будем, а будем вместе петь наши гимны, хлопать в ладоши, хвалить Христа, молиться за мир, и сделаем вид, что все хорошо. Ну да, это было, особенно в 70-е и 50-е годы, какой-то, может быть, всплеск. А сейчас же это сошло на нет. Мне представляется это тоже каким-то понижением уровня, потому что если брать, например, такое учение, о котором мы уже упоминали, о невидимой церкви, ну, как в трудах Вайгеля или Торстегина, достаточно высокое. Это не то, что какой-то примитивный экуменический синкретизм, как обвиняют обычный экуменизм. То, опять же, во Христе христиане и так едины. Раз они живут по-христиански и любят Бога и ближнего, то это единство, вот такое невидимое единство, единство в Боге уже есть. Ну, оно вполне, на самом деле, видимое и очевидное, потому что христиане всегда являют себя в мире христианами, прежде всего. Их поэтому узнают. Прежде всего их узнают, поэтому в этом есть уже свидетельство этого единства. Конечно, потому что такие люди, например, как Карл Барт, Дитри Банхёфер, уже упоминаемые нами сегодня, деятели исповеднической церкви. Ну, или те христиане, которые тамятся в тюрьмах в Пакистане сегодня, и свидетельствуют о Христе, о своей верности Евангелию. Да, протестанты. Устову протестанты, это да. Только, конечно, даже здесь как-то неприлично ставить вопрос о их погибели или непринадлежности к Церкви Божией. Спасибо вам огромное, отец Пётр, за то, что вы к нам пришли на беседу. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok